Государственная Дума приняла законопроект об увеличении госпошлины на документы с электронным носителем информации. Это коснулось заграничного паспорта нового поколения, а также водительского удостоверения. Нововведение связано с ростом затрат из федерального бюджета на предоставление этих госуслуг. Изменения ступят в силу в следующем месяце. Насколько дороже обойдутся новые загранпаспорт и водительские удостоверения, узнаете из следующего сюжета. Увеличение размера госпошлины на получение загранпаспорта распространяется только на документы нового образца. Для взрослого цена возрастет с 3,5 до 5 тысяч рублей. Для ребенка в возрасте до 14 лет с 1,5 до 2,5 тысяч. Срок действия такого паспорта 10 лет. При этом, как поясняют в федеральном ведомстве, действие старого паспорта не прекращается. С конца декабря 2015 года упростилась процедура получения второго заграниченного паспорта при наличии первого. То есть сейчас граждане Российской Федерации могут иметь два действующих заграничных паспорта. Но при этом второй обязательно должен быть заграничный паспорт нового поколения с электронным носителем. Также сотрудники поясняют, что если на старый паспорт была оформлена виза, то по истечению срока его действия можно ездить за границу по документу нового поколения или иметь сразу два биометрических паспорта. Например, если вы хотите оформить визы в консульстве, в двух разных консульствах, поэтому можете один туда отправить, другой туда. То есть в одном визе у вас будет для одних стран, другой для других стран. Также, например, если вы ездили в страны, например, Израиль, и если вы поедете в другую арабскую страну, то многие со штампом Израиля не пускают. Поэтому тоже это для удобства. Также еще одно. Если, например, у вас в первом паспорте есть визы действующие, но при этом закончились страницы, где проставляется штамп о пересечении границы, то, соответственно, визы действуют, а можете лететь по другому паспорту. Подать документы на получение загранпаспорта нового поколения можно двумя способами. Либо прийти в отдел миграции, либо оформить заявление через портал Госуслуг. После чего в удобное для человека время его приглашают для фотографирования и снятия отпечатков пальцев. Так как с 2015 года введена дополнительная защита документа. Его первая страница полностью пластиковая. На ней есть микрочип с информацией о владельце и все данные нанесены специальным лазером. Мы предлагаем проверить виртуальную страничку заграничного паспорта. Если все правильно, человек ставит свою подпись в документах, и уже мы ожидаем получения готовой услуги. Как паспорт к нам поступает, мы оповещаем человека. Старый образец паспорта пока не подорожает. Но при этом на документ нового поколения можно получить 30-процентную скидку. Для этого необходимо оплатить госпошлину через портал госуслуг, что и сделала Анастасия Юркина. У девушки закончился срок действия старого паспорта, и она решила сделать новый, воспользовавшись такой услугой. Так как Анастасия не знала о предстоящем увеличении госпошлины, то была рада, что успела сделать документ по старой цене и с хорошей скидкой. В прошлом месяце документ нового поколения получили уже 150 человек. В начале июля заявления подали порядка 30 жителей округа. Сотрудники отдела миграции рекомендуют оформлять загранпаспорта своевременно. И если вы собираетесь в путешествие в ближайшее время, то поторопитесь сделать документ по еще действующей стоимости. Олег Катанзейский, Людмила Сидейская, Сергей Качугов, Александр Дуркин, Телеканал Север.